Всем добро, с вами я, Страстилпро. Сегодня покажу ряд дополнений на оружие в мире Майнкрафта, ну и начну с первого дополнения, благодаря которому в моем о мире огромное количество мечей появляется с различными эффектами. И первый меч, который у меня в руке, достаточно такой эффективный, убивает, смотрите, эту ведьму на повал, но достаточно неплохо смотрится. Но помчались дальше, хочу сказать, а что мечи из данного дополнения? Они обладают различными эффектами, а также они достаточно такие красочные и креативные, поскольку у них различная цветовая гамма, что мне очень даже, конечно же, нравится. Побегу я в деревню жителей и здесь огромное количество вот этих злобных мобов, которых я, конечно же, сейчас переубиваю, но благодаря этим мечам это делается вообще, ну, на раз-два. Ну да ладно, впереди еще огромное количество мобов, ну а также огромное количество мечей. Смотрите, ну и вот этот меч тоже достаточно такой неплохой, убивает этих скелетов, да вообще на раз-два. Ух, обожаю я подобное эффектное оружие. Ну и вот этот вот тоже такой зелененький меч, достаточно такой классный, красочный, креативный, но тем не менее очень эффективный при убийстве мобов. Впереди у меня крипер, смотрите, он его убил, крипер даже не взорвался. Фух, а вот этот крипер, по-моему, взорвался, но я успел вовремя убежать. Смотрите, вот так вот неплохо достаточно посражаться с мобами в мире выживания. А этот меч, мне кажется, дает эффект регенерации игроку, что достаточно неплохо. А также с этим мечом можно посражаться с этими мобами вообще на раз-два. Убивает очень достаточно быстро, да и легко. Ну и мне кажется, вот эти вот эффекты, которые мне даются, конечно же, благодаря этим мечам, очень даже подходят в режиме выживания. Все, справилась я с этим крипером, ну и дальше помчались. Посмотрим, насколько эффективен вот этот меч, но тоже достаточно такой сильный, да и классный. Ну и осталось у меня еще затестить парочку мечей. Ну посмотрим, посмотрим, на что же они способны оставшиеся мечи. И смотрите, впереди зомби, да, достаточно неплохой такой результат. Ну и остался у меня последний меч, смотрите, достаточно такой креативный. И дался тоже определенный мне эффект. Но, тем не менее, здесь спрятался вот этот паук. И смотрите, сейчас я его постараюсь убить. Все, убила я его наповал. Но достаточно неплохое вот это вот дополнение. Фу, кто ко мне там пристает? Так, это какой-то маленький зомби. Чуть он меня не убил. Вот, я немножко задумалась, чуть-чуть не убил меня этот зомби. Но, тем не менее, имеет место быть. Помчались дальше и следующее дополнение достаточно тоже такое креативное. Поскольку огромное количество тоже мечей с различными эффектами. Смотрите, вот этот меч, ну он как бы выдает такую паутину и застревают эти мобы в этой паутине. Ну, а следующий вид меча достаточно такой классный, креативный. И образует вот такой вот огонь и лаву. И вот эти мобы, они все, конечно же, в этом огне сгорают. Что достаточно неплохой такой эффект. А также этим мечом можно сражаться, поскольку этот меч убивает мобов тоже на повал. Можно вот так побегать по пустынному биому и убить, а вот подобных мобов. Как впереди, вот у меня паук. Смотрите, вот таким образом он, конечно же, немножко подгорел. Но и помчались вперед. И следующий вид меча тоже достаточно такой красочный, креативный, интересный. Смотрите, какой эффект отдаляет игрока от этого моба. То есть, если, допустим, у игрока мало хп, ну а моб-то нападает, не можно таким вот образом отдалиться от этого злобного моба. Что достаточно такой неплохой эффект. Но опять же, этими мечами всеми можно, конечно же, сражаться. Достаточно они такие сильные по своей силе и тоже убивает на раз-два. Огромное количество здесь, конечно же, мобов. И образуется вот такая стена благодаря следующему мечу. Да-да, именно перед игроком образуется стена. Таким образом защищает игрока от этих, вот, конечно же, мобов. Тоже, если у игрока мало хп, ну а как-то нужно защититься. То есть, вот это вот оружие может помочь вообще на раз-два. Ну а следующий вид меча, я так думаю, что по цвету, конечно же, многие уже определили, какой эффект у этого меча. Но сейчас я впереди вижу мобов и попробую, конечно же, убить их этим мечом. Смотрите, вот так вот я убиваю этого моба. И, конечно же, образуется такой вот, как бы, огонь. То есть, этот моб подгорает. Ну а следующий вид меча тоже достаточно такой интересный. И смотрите, как бы, вот, убиваю я его. Ну и дается тоже такой эффект отбрасывания. Но достаточно неплохо смотрится. Ну а вот этот меч достаточно такой топовый. Смотрите, каким образом вот этот моб улетает на расстояние. Вообще, я не знаю, на огромное расстояние. Вот таким образом тоже можно от игрока вот этих мобов, конечно же, немножко отдалить. Получил я здесь такой достаточно нехороший эффект. Но я так думаю, что немножко я похилилась. Помчимся дальше. Ну а вот этот меч, что все же зашел мне вообще на раз-два. Классный такой достаточно меч. И эффект у него неплохой. Но сейчас 5 секунд я переведу дух. И хочу показать еще один меч. Но хочу сказать, что эффект у этого меча, ну, такой не особенный. Но посражаться, тем не менее, можно. Почему бы и нет? Если есть в дополнении подобный меч. Мне кажется, ну, затестить, конечно же, можно. А потом напишите мне в комментарии по данным видео, какой из видов вообще мечей вам понравился больше всего. Вот так вот он убивает этого моба на повал. Но, тем не менее, дополнительных эффектов, как бы, я от него не вижу. Но помчались дальше. Я так думаю, что, как бы, с этим дополнением я разобралась. Ну и показала вам все по максимуму. А теперь я оказалась вот в таком зловещем особняке. И здесь тоже огромное количество вот этого топового оружия. Благодаря одному из дополнений. Смотрите, но на самом деле здесь в инвентаре игрока очень-очень много этого оружия. Но я выбрала лишь только некоторые виды оружия. То есть я выбрала самые такие топовые. Конечно же, которые убивают вот этих мобов вообще на повал. Но на самом деле здесь есть, как бы, и вот такие вот типа мечей, типа ножей. Но они, как бы, более существенны. Ну, а также в состав данного дополнения входит такое оружие, как дубинки, там, молотки и тому подобное. Ну, они менее эффективны, поскольку, ну-ка, они какие-то объемные. И мне кажется, при сражении они немножко закрывают обзор и с ними, ну, сражаться как-то неудобно. А вот с подобным оружием, мне кажется, вообще можно сразиться на раз-два. Но это по мне. А там уже сами подкачаете данное дополнение. Ну, а потом посмотрите, что-то как. Да, ну, опять оставите мне, как бы, комментарий по данным видео. Но помчались все же вперед. Вот, смотрите, я все же одно из оружия выбираю, потом убираю и выбираю другое оружие. И, как бы, чтобы вы видели, насколько эффективны все эти виды оружия. Ну, они достаточно топовые и классные. И, как бы, получается у меня убивать этих мобов вообще на раз-два. Но, на самом деле, что-то в этом особняке мобов, на самом деле, маловато. Обычно, как бы, в этом особняке их огромное количество, но здесь что-то их как-то маловато. Но, тем не менее, как бы, смотрите, я сражаюсь и сражаюсь достаточно вот так вот неплохо. То есть, я еще даже не погибла ни разу. Благодаря подобному оружию на мне нет брони, на мне нет никакой-либо дополнительной защиты. Но, тем не менее, у меня все классное топово получается. Но все это только благодаря данному оружию. Смотрите, вот еще один вид оружия я положила себе в инвентарь. И сейчас постараюсь тоже его, конечно же, затестить. Но здесь что-то никого нет. То есть, нет абсолютно мобов никаких. Постараюсь сейчас я пройти еще раз по этому этажу. Никого здесь нет, я уже вот здесь была. Опять здесь никого нет, странно-странно. Но вот обидно как-то. Хочу я еще ряд, как бы, вот этих вот таких вот мечей, оружия затестить на мобов. Но что-то здесь никого нет. Удивительно-удивительно, куда они все подевались. Сейчас пробегу я здесь да побольше. Может быть, все же кого-то я и найду. Но, наверное, придется спускаться на следующий этаж. А вот, смотрите, здесь вот два зомби. И вот вообще убивает на повал. Ну, классное, крутое, достаточно оружие. Оно мне очень даже зашло. Да и понравилось. Я думаю, что вам тоже оно, конечно же, понравится. Но помчались вперед. И я надеюсь, что все же я кого-то еще найду. И постараюсь все же я с ними сразиться. Фух, ну куда же вы все подевались? Почему, когда я начинаю тестить вот такое оружие, вы куда-то все разбегаетесь? И вот тут прям удивительно, что никого абсолютно нет. Но сейчас я спущусь еще ниже. Может быть, здесь кого-то я и увижу. Но я так думаю, что на улицу смысла выходить нет. Поскольку, ну, здесь еще пока день, ночь не наступила. То есть злобных мобов-то там по-любому нету. Придется их все же искать здесь. Вот, смотрите, моб попался у меня на пути. Ну, и тоже достаточно такое топовое классное оружие. И вот в руке я держу еще один из видов оружия. Я не знаю, как это правильно называется. Чем-то похож это оружие на дубинку. Но достаточно такое мощное. Смотрите, вот с одного удара убил я этого моба. Ну, что достаточно тоже неплохо. И осталось у меня как бы еще некоторые виды оружия. Что надеюсь, я тоже смогу их как бы затестить. Вот это оружие, но тоже достаточно неплохое. Но оно как бы загораживает обзор игроку. И при сражении это немножко, конечно же, сложновато. Про это я уже говорила. Но помчались дальше. Так, здесь никого нет. И сейчас постараюсь уже я кого-то найти. Однозначно подкачивайте данные дополнения. Ссылочки я по максимуму оставлю в описании по данным видео. Ставьте лайки. Оставляйте свои топовые комментарии. Всем море позитива. Всем классного, мега крутого настроения. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok